Здравствуйте, дорогие выпускники! Выпускники прошлых лет и выпускники 2020 года. Приветствую вас в это непростое для всех время, когда мы вынуждены существовать в совершенно новом для нас формате, которого никто никогда раньше не мог предположить. Для тех из вас, кто заканчивает консерваторию в этом году, одним из следствий этого формата стала отмена такого долгожданного события, как бал выпускников. Это очень грустно. Вирус украл у вас праздник. Особенно сочувствую девочкам. Многие из вас уже, наверное, сшили себе бальные платья, не сомневаюсь, очень красивые. Но не расстраивайтесь. Я уверена, что еще не раз в вашей жизни предоставится возможность их надеть. Почему я перед вами? Ярослава Александровна попросила меня прочитать вам онлайн-лекцию о бале, как некую, конечно, очень слабую компенсацию отмененного бала. Я ни в коей мере не являюсь специалистом по русскому балу, не считаю себя таковым. Просто в прошлом году вышла моя новая книга, которая называется «Музыка как константа русской литературы». У нее есть еще одно, второе название «Александр Куприн». Вот эта книга, вот ее обложка, и вы видите, что в центре этой обложки помещена фотография Куприна, одна из самых лучших. В этой книге есть глава о бале, и она называется «Приглашение на бал». Это глава про то, как бал отражен в русской литературной классике XIX века. Тема бала – одна из сквозных в нашей поэзии-прозе, очень важная. Важная потому, что и в самой жизни балу принадлежала исключительная роль. Бал в XIX веке – это и развлечение, и праздник, но также это и торжество. Часто торжество на случай или торжество по случаю. Например, по поводу побед нашей армии в различных войнах. Скажем, победа на взятие вражеского города или победа на освобождение русского города или русских городов. По размаху некоторые балы подчас не выступали только самым значительным государственным праздникам. Иногда они входили в них составной частью. Вообще балов существовало изрядное множество. Были балы и императорские, или с участием коронованных особ. Обычно они проходили во дворцах. Были балы столичные, проходившие в самых известных публичных местах обеих столиц – Москвы и Петербурга. В обоих городах традиционно шли балы в залах благородного собрания. В Питере одним из наиболее известных бальных мест был дом Хенгельгарта на Невском проспекте, описанный в Лермонтовском маскараде. И сейчас это красивейший камерный зал Санкт-Петербургской филармонии. Я думаю, что многие из вас, конечно, в этом зале были. Дальше. Были балы в частных домах, были провинциальные, в губернских и уездных городах. Были усадебные, были полковые балы. Что ещё я не называла? Не назвала университетские балы, гимназические балы, а ещё балы маскарады. Вот совершенно случайно у меня дома здесь, за городом, нашлась маска. Это, как вы понимаете, маска венецианская. И я не знаю, использовались ли венецианские маски на русских балах маскарадах начала XIX века. Но когда я начала говорить о балах маскарадах, я имела в виду даже неизвестнейшую оперу Верди, а всё тот же маскарад Лервонтова. В нём два балла. Один, собственно, маскарад, из-за которого и разворачивается драма, так как князь Звездич пытается выяснить, кто та спрятанная под маской дама, что подарила ему на маскараде браслет. А второй бал – обычный, на котором происходит отравление Нины. Не надо объяснять, что между императорским и уездным балом была дистанция колоссального размера. Бал, как любое явление, имеет свою внешнюю и внутреннюю стороны. Внешнее сверхпривлекательное. Это бесподобная красочная танцевальная феерия. Но данный аспект бала оказался более привлекательным для русской классической оперы и балета. Калейдоскоп танцев, сверкающих огней, роскошных нарядов. Действие в них, как правило, если не останавливалось, то притормаживалось. А вот русских литераторов куда больше притягивала внутренняя, скрыто потаённая сущность бала. Она выражалась в десятках микросюжетов человеческих отношений, которые скрывала парадная сторона бала. Естественно, в фокусе внимания при этом оказывались отношения между главными героями – мужчиной и женщиной. А иногда это был и любовный треугольник. Китти, попав на бал и надеясь на развитие отношений с Воронским, столкнулась с неожиданной ситуацией. Всё внимание Воронского было направлено на Анну. Они не только составляли танцующую пару, их взгляды, выражения лиц, движения рук неоднозначно свидетельствовали о стремительно развивающейся любви. Кстати, отношения между героями на бале выражались в очень специфической форме, так как интимное начало проявлялось в условиях публичности, но это придавало им особую остроту чувствования. Всё это, конечно, не значило, что внешняя обстановка, своего рода оболочка бала, совсем не интересовала наших писателей, как бы выпадала из их поля зрения. Нет, конечно, иначе бы наш выдающийся лингвист Юрий Лотман, надеюсь, что многие из вас, если не читали его исследования, то хотя бы слышали это имя. Так вот, Юрий Лотман посвятил Бану целую главу в известнейших комментариях к Евгению Онегину Пушкина. Лотман пишет о том, что ко времени написания Пушкина романа бал уже сложился как структура. Ещё он называет её грамматикой бала. Согласно этой грамматике бал всегда открывался польским или полонизмом. Такая честь объяснялась парадным, торжественным характером музыки. Если бал был императорским или на нём присутствовали члены царской семьи, то в польском именно они выходили первыми. Вот этот глагол «вы ходили» не случайно, так как в те времена, благодаря элементу шествия, заложенному в танцы, родилось выражение «ходить» в польском. За полонизм следовали другие танцы, более оживлённые и темпераментные. Вообще, чем дальше, тем больше бал уходил от первоначальной церемонности и чопорности. Основной блок бала составляли мазурка, вальс и кадриль. Иногда каждого танца было по несколько. Например, первая мазурка, вторая мазурка, третья, первый вальс, вальс второй и так далее. Центр бала в пушкинскую эпоху и позднее составляла как раз мазурка. В техническом отношении это был самый сложный танец. Его по-разному исполняли в столицах и провинции. В столице более изысканно, в провинции более раскрепощённо. О разности его исполнения писал в Онегине Пушкин в главе «Обале» в усадьбе Лариных. Правда, он говорил не только о различии столичного и провинциального балов, но также и о том, как мазурку исполняли раньше и как её исполняют сейчас. Естественно, во времена Пушкина. Процитирую Александра Сергеевича. Припрыжки, каблуки, усы – всё те же. Сложность мазурки не мешала во время танца вести беспрерывный разговор. Поверхностный, занимательный, переполненный остротами и шутками. Так было принято, и ничего зазорного в этом не находили. Лотман разговоры во время мазурки называет «мазурочной болтовнёй». Вальс. Он разительно отличался от других танцев. Во-первых, он был значительно проще мазурки и кадрилей, ведь в нём преимущественно повторялась одна и та же всем хорошо известный фигур. Но вряд ли кто сегодня знает, что в XIX веке существовали две разновидности вальса. Вальс в два или в три па. В два па значило один шаг на первую долю и второй шаг на вторую третью. Например, раз, два, три, раз, два, три. Так обычно делают балерины, когда они показывают какую-нибудь сложную комбинацию другим, если это не выступление в пачке. Хотя всё относительно. И та же простота вальса. Я предполагаю, что сейчас вальс танцуется ещё проще, чем раньше. А в XIX веке его исполняли не только лицом к лицу, но и плечом к плечу, когда все танцоры, выстроившись в горизонтальный ряд, фронтально шли вперёд. Или была ещё такая фигура – обход дамы вокруг коленопреклонённого партнёра. Ведь это надо было так упасть на колено, не жалея его, чтобы это было элегантно. При этом вальс обладал особым очарованием, прелестью. С самого начала его окутывал ореол романтизма. Нина из Лермонтовского маскарада говорит о нём «Вальс – божество моё». Была в нём та степень близости по расположению танцующих, что отсутствовала в других танцах, из-за чего многие пуританские настроенные члены общества считали его неприличным. И в танцевальных правилах того времени вальс предписывалось танцевать, дальше цитата, «не слишком близко друг к другу, чтобы не оскорблять приличия». Вот так. Вообще язык бальных танцев был настолько сложен, что требовал специальной подготовки. Этому учили. Учили дома, учили в гимназиях и других учебных заведениях. На бал нельзя было прийти неподготовленным. В том числе и потому, что танцы имели полумпровизационный характер. Заранее заучивались па, а их порядок прямо во время бала задавал распорядитель. Он же дирижёр. Вот не тот, что управлял оркестром, а второй дирижёр – дирижёр танцев. Он громко на весь зал объявлял новый танец, а внутри него очередную фигуру. Объявлял по-французски. В поединке Куприна одна из мизансцен провинциального балла, очень колоритных, посвящена распорядителю. Оцените купринский юмор. Я сейчас буду зачитывать Куприна. Бабетинский, начав кадриль «Монстр» неожиданно со второй фигуры, то заставлял кавалеров делать соло, и тот час же, точно спохватившись, возвращал их дамам, то устраивал гран-рон, гран-рон, понятно, большой круг, и, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дамам. Куприн, конечно, издевается, когда описывает, как распорядитель, теряя терпение, переходит с общепринятого французского на русский, довольно бесцеремонно объясняет для особо бестолковых, что надо делать. Ну, настоящее смешение французского с Нижегородским. Но вернусь к, собственно, дирижёру-распорядителю. Эту роль исполняли не только специально обученные для этого танцоры, но и просто участники бана, те, кто хорошо знал его специфику. Поэтому должность эта была чаще всего не выборной, а сменяемой, переходящей от одного к другому. Вот ещё один, уже хорошо вам известный пример. Это бал из «Войны и мира Прокофьева». Его, между прочим, ведёт Долохов, который перед началом вальса буквально мечется по сцене, облетая её, всё время повторяя. Это даже не столько вокальная интонация у Прокофьева, сколько речитация на одном звуке. У Толстого, правда, эта личность не конкретизируется. Он только несколько раз указывает, распорядитель сделал то-то или указал на то-то. Кстати, в этой роли не раз выступал Александр Сергеевич Драгомышский. На его совести один предусудительный поступок по отношению к Глинке. Однажды, во время домашнего бана, он задал такую сложную фигуру, которую Глинка выполнить не смог. И таким образом оказался в неловкой ситуации. Драгомышский, конечно, сделал это намеренно, но очевидцы этой малой, приятной мизансцены осудили, понятно, не Глинку, а Драгомышского. Этот случай описан в мемуарной литературе, посвященной Драгомышскому. Перенесёмся в XX век, в бали сатаны из «Мастера и Маргариты Булгакова» в роли распорядителя бала выступает бегемот. Он сам напрашивается на неё, боясь, что его кто-то опередит. «Я! Я!» – шептал кот. «Я сам дам сигнал!» «Давай!» – ответил в темноте королев. «Бау!» – пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула. Бал упал на неё сразу в виде света. Вместе с ним звука и запаха. В русской литературе бал всегда несёт важнейшую драматургическую нагрузку. И довольно рано в ней бал приобрёл и конкретную символику, прямо противоположную. Бал как иллюзия и бал как шабаш. Бал как иллюзия. Конечно, таковым он представлялся для молодёжи. При том, что он собирал всё общество. Ну, вспомните, пушкинская пиковая дама едет с Лизой на бал. Также у Чайковского. В бале Баратынского, есть у него такое произведение, блестяще описана типическая ситуация. Вот молодёжь. Кружатся дамы молодые, не чувствуя себя самих. А вот старики с улыбкой мёртвой на устах, обыкновенной рамой бала, старушки светские сидят, и на блестящий вихрь зала с тупым вниманием, глядя. Тут можно добавить, не всегда с тупым вниманием, а часто через лорнет, безостенчиво рассматривая тех, кто этих самых старок вообще не замечает. Ведь бал – это царство юности. Особую прелесть он представлял для начинающих, тех очаровательных особ, которые впервые попадали на бал и ждали от него настоящего волшебства. Вспомните Наташу Ростову. Но не обязательно. А как нечто необыкновенное воспринимали бал и романтически настроенные герои. Например, Иван Васильевич из толстовского рассказа «После балу». Он признается, что главное удовольствие его жизни составляли вечера и балы. Даже Чичиков попал на бал, попадает под очарование его обстановки и почти влюбляется в губернаторшу. Но бал, как иллюзия, в большинстве случаев был неотделим от идеи ее развенчания. Она сформировалась очень рано, в самом начале 30-х годов XIX века. У брата Владимира Адоевского, ссыльного поэта-декабриста Александра Адоевского, есть стихотворение «Бал». Его герой, уставший от толпы, стоит, повернувшись к ней спиной и смотрит через окно на него. Быть может, это зал в зимнем дворце или в мраморном дворце, расположенном неподалеку на той же набережной. Бала, как такового, он поначалу не видит, он только слышит музыку. «Стоял я долго, зал гремел, вдруг без размера полетел за звуком звук». Звук без размера. Это аномалия, во всяком случае, для музыки XIX века. Герой это чувствует и тут же оглядывается. Весь огромный зал был полон остовов. Читами сплетясь, толпясь, друг к другу мча, обнявшись желтыми костями, кружася, пополу стуча, они зал быстро облетали. Лиц прелесть, станов красота, с костей их все покровы спали. Одно осталось. Их уста, как прежде, все еще смеялись. Но одинаков был у всех широких уст безгласный смех. Глаза мои в толпе терялись. Я никого не видел в ней. Все были сходны, все смешались. Плясало сборище костей. Такое восприятие бала объясняется тем, что Александр Адольевский был декабристом, я уже это сказала, и, конечно, осуждал неслыханную роскошь и праздность, царившие на столичных балах. Тему шабаша развил его брат Владимир. Его сочинение с таким же названием «Балл» оставляет далеко позади «Балл Александра», хотя это трудно себе представить. Между прочим, он описывает «Балл» на случай в честь победы русской армии. Торжество по поводу войны, в жертву которой были принесены тысячи жизней, вызывает негодование Адольевского. И сарказм Адольевского беспрецедентен. Дирижер, в данном случае настоящий, в эйфории от своих музыкальных задумок. «Не правда ли?» – говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка. Не правда ли? Я говорил, что «Балл» будет на славу и сдержал свое слово. Все дело в музыке. Я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала, не давала бы задуматься. Так приказано. В сочинении их славных музыкантов есть странные места. Я славно подобрал их. В этом все дело. Вот, слышите? Это вопль Донны Анны, когда Дон Жуан насмехается над нею. Вот стон умирающего командора. Вот минута, когда Отелло начинает верить в свои ревности. Вот последняя молитва Дездемоны. Это только начало. А дальше разворачивается воистину апокалиптическая картина. Прочтите на досуге. Это займет совсем немного времени. Вы не пожалеете. Тем более, что этот шедевр малоизвестен даже среди знатоков русской литературы и поэзии. Куприн вместе с Булгаковым как бы завершает эту тему. Была у них такая миссия. Или оказалось, что они выполнили эту миссию. Миссию завершения темы балла. В бесспорном шедевре Куприна, романе «Поединок» описывается балл в офицерском собрании. Именно на нем главный герой, поручик Ромашов, решает прекратить тяготившую его связь с Раисой Петерсом. Этот балл ему с самого начала ненавистен, как и Раиса. Он наступает на героя в виде тройного крещенда. Крещенда обстановки, крещенда танцев, крещенда музыки. Вот что происходит в разгар балла. Цитата. От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, подымавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве. Танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару, но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону. А сам то пятился, то скакал боком и даже пускал вход в свой левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета. Музыку бала для героя Ромашова олицетворяет открытое музыкальное окно, через которое звучание оркестра прорывается в зал. Куприн превращает окно в раму для портретов отдельных инструментов. Инструментом-монстром, почти личным врагом Ромашова, становится тромбон. «Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на зияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен». Чтобы немного разрядить обстановку, я зачитаю вам фрагмент из «Мертвых душ» Гоголя, где Баал предстает в гротескном свете. И это беспрецедентный образец, когда поводом для разочарования служит обнародование пикантной подробности из жизни главного героя. Сообщение полупьяного Ноздрева о скупке Чичикова «Мертвых душ» буквально переворачивает его сознание и вызывает философские рассуждения на тему, что такое русский Баал и зачем вообще нужен. Постановка подобной проблемы никогда больше не возникнет в нашей литературе, что не случайно, потому что это тема социологического или культурологического исследования, но не художественной прозы. И появление ее в «Мертвых душах» объясняется единственной в своем роде концепцией. Рассуждение Чичикова о Бале относится к числу непревзойденных гротесковых перлов поэмы, подобных портретам торговцев-помещиков. «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти баллы», — говорил он в сердцах. «Ну чему сдуру обрадовались? В губерниях не урожаи, дороговестно. Так вот они за баллы. Эк, штука!» — разрядились в бабьи тряпки. Не видят, что иная навертела на себя тысячу рублей. А ведь насчет же крестьянских оброков. Кричат «Бал, бал, веселость!» Просто дрянь-бал. Не в русском духе, не в русской натуре. Черт знает, что такое. Взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь черным, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же самое время, как козленок, вензеля направо и налево. Все из обезьянства, все из обезьянства. Чичков и виноватых находит. Это, конечно, беспечные французы. Последний пассаж, не больше и не меньше, а балет, как теме литературы. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Тут уж он переходит к чистой риторике, так как ответ ясен и без его резюме. Просто черт знает, что такое. К началу 20 века бал, как общественно-социальное явление, утрачивает свою прежнюю значимость. Он уступает место танцплощадка, которой имели с ним мало общего. По старой привычке они иногда именовались балами, но само их содержание стремительно менялось. Бал все более упрощался. Структура его рассыпалась. Правила становились все менее и менее строгими. А сам он все больше напоминал хаотическое собрание, переходящее временами в настоящую оргию. Сопровождался этот процесс номинальным списком танцев, все время обновлявшимся. Так, на рубеже 19-20 веков появляется новый фаворит массового танца. Это танго. Танго, которое потеснило со своего пьедестала в вальс. А потом возникают степы, шимми, факстроты, рэгтаймы. Ставлю отточи. Какое-то время казалось, что бал навсегда остался в истории. Но сейчас мы наблюдаем некое его возрождение. Хотя всем понятно, что нынешний бал не может быть точной копией того старого бала. Слишком многое изменилось в самом социуме. Бальному искусству сейчас нигде и никто специально не учит. Не считая, конечно, профильных заведений, таких как хореографические училища, там, академия хореографии, специальные танцклассы. Из бала, как я понимаю, ушел элемент импровизационности. Ведь дирижеров-распорядителей, которые диктовали последовательность танцев и их фигуры, сейчас их нет. Судя по всему, нет их даже в профильных заведениях. Но, опять же, как я себе представляю, я не была ни на одном из современных балов, о чем сейчас жалею. Так вот, мне кажется, что танцы теперь заранее выучиваются. Я могу ошибаться. Я допускаю, что, как и раньше, во время бала развиваются многие личные отношения, завязываются новые знакомства и новые симпатии. Возможно, случаются и конфликты. Как бы то ни было, бал остается праздником. И я от всей души желаю, чтобы бал в жизни каждого из вас обязательно состоялся. Спасибо вам за внимание.